Праздник музыки. Сегодня Муром стал площадкой 29-го областного конкурса пианистов имени Николая Лаврентьева. Более 30 исполнителей со всего региона боролись за звание лучшего. О самых талантливых в нашем сюжете. Пальцы умело бегают по черно-белым клавишам, выдавая красивую мелодию. Ребята показывают все, чего они достигли за годы обучения музыке, вызывая у слушателей настоящий ураган эмоций. Звуки музыки наполняют зал. То звучат весенней капелью, то старинным вальсом. Участникам всего по 12-13 лет они уже могут соперничать с профессионалами. Юноши и девушки по памяти воспроизводят отрывки знаменитых музыкальных произведений. Стараясь не допустить ни единой фальшивой ноты. Я готовилась к этому конкурсу практически весь год, потому что выступить на этом конкурсе была моя годовая цель. Самое сложное в выходе здесь на сцену – это все же собраться. Когда бывают некоторые детали, ты не проигрываешь, например, на конкурсе, то нужно это пропускать и играть дальше. Потому что самое главное – это сохранить целостность произведения. Программа у меня, конечно, была не из легких. Волнение, конечно, как всегда присутствовало, но всегда у меня мысль, что я представляю свою школу, свою семью и свое творчество. Играю для себя и наслаждаюсь. Что без нот, что с нотами, эмоции всегда одинаковые, из образа не выходило, как всегда. Вот. Эмоции хорошие и положительные. Я рада. За действием наблюдает жюри. На слух оценивает точность сыгранных нот и общую красоту звучания музыкального произведения. В нашей школе проводится традиционный 29-й конкурс юных пианистов имени Николая Григорьевича Лаврентьева. В этом году на конкурс приехало 33 участника. Это из различных городов Владимирской области и, в частности, из Мурома. Своих конкурсантов представили первая – музыкальная школа, вторая и третья. Это классический конкурс. И произведения выбираются, конечно, исходя из программы заданной. Это обязательно крупная форма, обязательно полифония, это бах. И пьеса различных композиторов, в основном русских. В итоге награда нашла каждого участника. На этой торжественной ноте объявление лучших, конкурс и был завершен. Но вот пережитый опыт останется с участниками надолго. Юлия Казакова, Артем Корнилов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok